На передовой один раненый с начала суток боевики обстреливали украинские позиции уже 7 раз. Возле Широкина противник использовал минометы запрещенного калибра, но чаще всего открывали огонь на луганском направлении. О ситуации на этом участке фронта расскажет наш военкор Ирина Баглай. Ежедневно наши пехотинцы покоряют крутые склоны луганских гор-терриконов. Напротив их наблюдательного поста высота, захваченная боевиками. Снайперы в группе вражеских штурмовых групп пробираются по серой зоне. В ней остается часть Золотого 4, улица Вольная. За ее домами вдоль посадок боевики и пробираются ближе к украинским позициям. В принципе, им погода это позволяет. И стреляют с разных укрытий, с долгих подготовленных позиций. Заступая на дежурство, один из бойцов так и получил ранение в голову, вспоминает Игорь. Чудом остался жив. Снайпер подошел туда на 500 метров и из-за стороны кладовища открыв по нему огонь. О стрельбе со стороны кладбища рассказывают и местные жители. Вот вчера стреляли, у меня отец еще там на Вольной, на Первой Вольной живет. Я только на Боготном поднимаюсь и слышу выстрелы. Это уже окраина Золотого 4. В этих разбитых пятиэтажках остается жить четыре десятка людей. Програничная серая зона. За 500 метров уже те окопы ополченцев. Вот кладбище, и там на кладбище окопы. Из-за близости врага люди лишены возможности проехать в такую же серую часть своего села, которая остается под огневым контролем боевиков. До родных им рукой подать, а проведать не могут уже годами. В соседней Катериновке, которая несколько месяцев, как вся под украинским флагом, стрельбу слышат лишь издалека. Да стреляют там вокруг. Ну а у Катериновки? Тихо все. В самом же селе налаживают быт. Уже пустили рейсовый автобус. Со следующей недели ждут школьный. Единственное, что надо решить, с дорогой убрать блоки, да? Да. Я займусь прямо сегодня. Да. Вечером вам отзвонюсь, по результатам расскажу. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Сергей Байдала из Луганской области. Подробности, телеканал Интер.